Наш Бог благ и милость Его вовеки! Вы знаете, это очень важный урок. Мысль номер один. Когда ты стоишь перед Богом и запутался в своей молитве, ты скажешь, что это такое? Ну, это такое состояние, когда ты уже устал перечислять проблемы Богу. Когда ты устал уже Ему цитировать историю твоей болезни. Когда ты устал Ему уже рассказывать свою кредитную историю, потому что, ну, уже каждый раз одно и то же. Когда ты уже устал Ему рассказывать, какие у тебя мерзкие друзья. В кавычках. Когда ты уже устал проклинать эту страну, в которой живешь. Потому что лучше не смотреть телевизоры, не читать газеты. И что делать, а? А вот забей на все. И начинай благодарить Господа. Ты скажешь, за что благодарить? Ну, просто напряги память. Вспомни хотя бы одно чудо, которое Бог реально совершил в твоей жизни. И просто благодари, что ты живой. Благодари, что не в реанимации, что не в морге, а в Церкви Божьей. Найди причину для хорошего настроения. И благодари, благодари. И ты знаешь, что благодарность поменяет атмосферу. Благодарность поменяет атмосферу. Потому что благодарность – это и есть вера. Бог на земле ищет веру. Без веры Богу угодить невозможно. Что такое благодарность? Это оценка Божьего чуда. Это когда Бог видит благодарное сердце, Он понимает, что ты это оценил. Если ты будешь благодарить Бога за чудеса вчерашние, то точно знай, чудеса завтрашние придут. Амин. Если ты благодаришь за чудеса вчерашние, завтрашние уже на пороге. А если будешь благодарить еще за чудеса завтрашние, то ты обеспечишь себе жизнь вечную. Еще раз закричи. Халлалуя. Амин. Итак, мы вышли на финишную прямую. Вы только вообразите себе, ровно через неделю конференция уже закончится. В пятницу начнется. Через пять дней. А через семь дней она закончится. И закончится грандиозно. Закончится грандиозно. Бог посетит нас. Славу свою явит. Сколько людей покаяться. Эй, ячейки, готовьтесь. Принять новообращенных. Бог потрясет этот город. И я глубоко убежден, осуществится то, чего сам Бог хочет, то, чего хочет каждый из нас. Мы с вами увидим возвращение. Вот внутри сидит это слово, и все. Вот внутри звучит это слово, и все. Возвращение. Возвратятся все. Начнется это возвращение. Я глубоко убежден, что все, что рождено от Бога, оно к Нему и вернется. Все, что рождено в новом поколении, оно туда и вернется. Все, что рождено в Израиле, в Израиль все и возвращается. Есть исторический процесс. Все возвращается на свои круги. Все возвращается на свои круги. Все, что рождено на небе, опускается на землю, пропитывает сердца людей. И кто согласился, чтобы то, что рождено от Бога, произошло в его сердце. Вот то, что рождено от Бога, то, что проходит через человеческую сущность, оно человека и поднимет на небо. Все вернется туда, откуда началось. Все, что от Бога родилось, оно к Богу вернется. Что то, что от дьявола родилось, оно тоже пройдет пласты человеческой истории и вместе с теми, кто уверовал в это, вернется туда. Я глубоко убежден, Бог не тиран. Бог дает нам право выбирать. Бог дает нам право хулиганить. Бог дает нам право безумствовать. Бог не останавливает даже блудного сына. Хочешь идти? Иди. Хлот, хочешь идти? Иди. Хочешь грешить? Пожалуйста, греши. Святой, да, освящается еще. Скверный, да, сквернится еще. В этом отношении Бог демократ. Он не тиран. Он дает право каждому человеку делать то, что он считает нужным. Но, однако, предоставляя человеку максимальную свободу действий, он все-таки предупреждает и говорит. Это не шантаж. Это подсказка. Он говорит, я предлагаю тебе жизнь или смерть. Благословение или проклятие. Но я тебе подсказку. Избери жизнь, тебе лучше будет. И когда Бог говорит, избери жизнь, это не давление и не контроль. Это не горячие утяги и цепи. Это не угроза, что если ты не изберешь, ты сам должен знать. И я считаю, что каждый из нас чувствует внутри себя эту борьбу. Борьбу. Силы добра и силы зла сражаются внутри нас. И часто они разрывают нас на части. С вечера тебе так хочется быть святым и праведным. А с утра черт с рогами. И ты думаешь, ну где эти святые порывы? Я же вчера планировал одно. Не грубить жене. Любить ее. Все. А с утра как бесы попутали. Вы не имейте в виду, что я говорю про служину, она у меня в Питере сейчас. Я в принципе говорю. Я не про себя, я про вас. В данном случае. Да какая разница, мы все одинаково устроены. Жена, которая принимает решение. Все, не буду болтать, язык мой длинный. Но язычников тоже Бог любит. Сколько я страдаю из этого языка. Вот бы помолчать, и мудрая бы была. Как только ситуация складывается. Опять бесы попутали. И опять старая тема. Как Павел говорит, доброе, которое хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Вот это противоречие. И тема такая. За каждую человеческую душу силы Божьи и силы дьявола ведут борьбу. Дьявол хочет, чтобы каждый человек был его жертвой. Чтобы утащить его в ад. А Бог желает, чтобы каждый человек познал спасение и пошел на небо. И у нас с вами вот внутри и Гитлер, и мать Тереза. Кому мы даем предпочтение? Кому мы хотим отдать предпочтение? Тот и будет хозяином нашей жизни. Это как у старого индейца однажды спросили. Что такое человек? Он говорит, ну я ощущаю себя так, как будто у меня внутри две собаки. И грызутся. Одна добрая, другая злая. А когда его спросили, а какая побеждает? А которую ты больше кормишь? Та и побеждает. Я хочу спросить тебя, кого ты кормишь больше? Свою плоть или свой дух? Так вот мы сюда собрались, братья и сестры, для того, чтобы накормить свой дух. Чтобы наш сильный дух порвал на части нашу греховную плоть. Библия говорит, если вы духом будете умершлять, умершлять, это сильное выражение, умершлять дела плотские, то живы будете. Амин. Итак, возвращение. Я бы вот эту пробу и так и обозначил. Возвращение. Возвращение. Откроем 55-ю главу пророка Исаии. Прочитаем одиннадцатый стих. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Возвращение. Вот в этом стихе я слышу сильное-сильное глубокое выражение, что все возвращается к своему источнику. Посмотрите, движущая сила истории, движущая сила нашей психологии, нашей экономики, нашей политики, пробуждения – это Слово Божье. Словом Божьим сотворены небо и земля. Словом Божьим сотворен человек. Словом Божьим сотворены ветры, стихии, экология. Словом Божьим сотворено общество и все законы, которые, по которым действует материальный и духовный мир. Кроме этого, Бог вникает в судьбу каждого человека. Нам кажется, что он к Богу не имеет никакого отношения. Он имеет к Богу прямое отношение. В чем заключается иллюзия? Нам иногда кажется, что Бог обращает внимание только на новые поколения. Да и то не на все. На успешные ячейки или успешного лидера. Вы ошибаетесь, господа? Бог обращает внимание на каждого человека. Потому что каждый человек даст отчет перед Богом. Амин. Итак, Слово Божье посылается Богом. Представьте себе, Бог изрекает Слово. И сказал Господь, да будет свет, и стал свет. Прежде чем появились планеты, прежде чем появилось солнце, прежде чем появились океаны, прежде чем появилась флора и фауна на этой земле, было изречено Слово. В начале было Слово. Отметьте это на всю жизнь. Прежде чем в материальном мире появится какое-то чудо, появится хоть что-либо, должно прежде прозвучать Слово. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Дорогие мои, это не просто какой-то религиозный каламбурчик. Это есть закон бытия. В начале было Слово, потом появились государства. В начале было Слово, потом появилась семья. В начале было Слово, потом появились деньги. В начале появилось Слово, прозвучало Слово, а потом пришел порядок. Амин. Вот почему в Латвии должно сегодня звучать Слово, чтобы утвердился божественный порядок. Вот почему Бог посылает пророков среди поля мертвого костей. И что нужно? Не собирать кости. Не строить какие-то там модели из реки Слово. И когда пророк изрекал Слово, то это Слово полное энергии, полное творческой силы. Слово полное Духа Божьего. Оно формировало на этой земле Божьи планы и Божьи модели. Я точно знаю, что Слово Божье, однажды прозвучавшее в моей жизни, оно до сих пор работает над моим мышлением, над моим сознанием, над моим характером, над моими решениями. И я знаю, как работает это Слово. Я знаю, это Слово работает в твоей жизни, и в твоем сознании, и в твоей судьбе. И то, что это Слово Божье совершает, часто нам не нравится. Нам не нравится, потому что плоть желает противного духу. Героем считается тот, кто позволяет этому Слову проникать до разделения души и духа, составов и мозгов. Герой считается тот человек, который позволяет Слову Божью судить свои собственные помышления и намерения. И однажды сказать, Бог, ты прав, не моя воля, но твоя да будет. Самый главный смысл веры подчинить свою волю, воле Божьей, которая изложена в Слове Божьем. Я еще раз говорю, не все то, что нам говорит Бог, нравится. Помните, когда богатый юноша пришел к Иисусу и говорит, ну что, ты мне нравишься? Иисус улыбнулся и говорит, ты мне нравишься? А что делать? Иди продай имение, раздай нищим, иди за мной. Ты мне не нравишься. И он отошел. Понимаете, не всегда то, что Слово Божье совершает в нашей жизни, нравится нам. Но, друзья, если бы мы в жизни своей делали все только то, что нам нравится, мы были бы последними дебилами. Разве не так? Если бы родители выполняли все прихоти детей, хочу это, хочу то, хочу другое, они бы выросли просто ненормальными людьми. Мало ли, что тебе не нравится, вставай, иди в школу. Мало ли, что тебе не нравится, иди в церковь. Ты же пастор. Если бы мы делали только то, что приносит нам только удовольствие, мы бы с вами не развивались, и мы бы с вами никуда не дошли, никакого успеха бы не имели. И так, друзья, Слово Божье даже сейчас работает с нами. Даже сейчас Слово Божье работает над нашим мышлением. Благословен человек, которого вразумляет Бог, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Вы знаете, это классно, когда ты раздражаешься на Слово Божье. Значит, ты неравнодушен. Я знаю многих-многих людей, когда у нас была библейская школа. У нас был семинар «Оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей, и будут двое, одна плоть». И там был семинар, что это Бог же говорит «Оставить человека отца и мать». То есть не надо жить в родительском доме после свадьбы. Вы знаете, после этого семинара ко мне подошел один человек «Не надо умничать! Это не твое дело, где я живу!» Я говорю «Минуточку! А разве это я умничаю? А разве это я придумал оставить человека отца и мать и прилепиться к жене своей? Мы и так прилепились, а где жить, не твое дело!» Понимаете? Это даже классно, когда человек раздражается, потому что он неравнодушен. Другой, тупо отморозившись, слушает и то, и другое. Как в том анекдоте «Да будет воля твоя, а Маша моя!» То есть, Бог, ты делай свои дела, а у меня свои дела. Когда ты мне понадобишься, я тобой поговорю или встречусь. Не мешай Слову Божьему работать над твоим сознанием. Не мешай Слову Божьему работать над твоим характером. Некоторые люди говорят, а Бог и меня с таким характером любит. Это ты только раздражаешься. Ну и что, что я опаздываю? Ну и что, что я отменяю свои мероприятия? Ну и что, что я не исполняю мой плоть, и Бог знает мою плоть? Бог меня любит, какая я есть, или какой я есть. Друзья, сила человека заключается не в том, что он себе все позволяет, а в том, что он себе во многом отказывает. Слышите? Сила человеческой личности не в том, что он себе все позволяет. Все позволяет себе только Бог. Совершенный Бог, святой, праведный, в котором нет зла и порока. Сила человека заключается в том, что он себе во многом отказывает. Представьте себе Иисус на кресте. негодные, несчастные, ничтожные люди плюют, бьют, гвозди забивают, причиняет сумасшедшую боль. У Иисуса есть власть. Попросить Бога 12 легионов ангелов. И ангелы все стоят. Представляете? Ангелы, которые призваны служить Иисусу. Ну, считайте, как телохранители, как бодигарды, которых, просто которых обязанность защищать. И они говорят, Отец, позволь, мы этих негодяев сейчас просто в прах сотрем. Устроим им 2012 год. И от них вообще ничего не останется. Скажи только слово. 12 легионов. Вы представляете, здесь была звездная война. Иисуса бы взяли, а землю бы превратили в прах и пепел. У Иисуса было это право. Но Его сила заключалась не в том, что себе Он это бы позволил. 12 легионов ангелов. Нажал красную кнопочку, и они все здесь. И всех врагов стерли. Сила Иисуса заключалась в том, что Он себе отказал в этом. Так и у тебя. Иногда есть свои 12 легионов ангелов. И ты их слишком часто используешь. Но это не есть сила. Это есть слабость. Потому что если у тебя есть жизненная цель, и ты знаешь, ради чего ты здесь, то ты свою цель не приуносишь в жертву своим амбициям, а ты свои амбиции приносишь в жертву своей цели. Друзья мои, давайте не будем мешать Слову Божьему работать в нашем сердце и в нашем сознании. Писание говорит, что все, что от Бога пришло, оно к Богу и вернется. И здесь написано, что это слово не возвращается тщетным, но исполняет, что мне угодно. И совершает то, для чего я пользуюсь. Что мне угодно. Подчеркиваю эту мысль. Оно совершает, что мне угодно. То есть, то угодно Богу. Итак, слово возвращение. Иеремия 3.12. Давайте откроем Иеремия 3.12. У Господа со своим народом были нескончаемые тяжбы. Если ты будешь читать пророка Исаию, пророка Иеремию, пророка Иезекииля, больших и малых пророков, глава за главою, за то, что ты оставил меня, я сделаю то. А, ты обратишься ко мне, я благословлю тебя. Одна из самых драматических историй между Богом и Его народом. Мне кажется, это у Бога Израиля со своим собственным народом. Но это мы, Господи. Скорее всего, это не только история Израиля, но и история каждого из нас. Итак, Иеремия 3.12. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи, «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. И я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать». Это слово звучит «возвратись, дочь отступница». «Потому что я не хочу гневаться, я хочу миловать». Слово «возвращение». «Возвратись». «Возвратись». Почему у человека есть сила вернуться к Богу? Потому что прежде чем возвратиться к Богу, прозвучало слово о возвращении. Посмотрите, когда блудный сын был возле свиного корыта, он пришел в себя и начал рассуждать, что я тут делаю. Что послужило движущей силой возвращения? Слово Божье. Слово Божье, о возвращении, оно работает в сознании человека. Оно определяет его решение, а значит его поступок. Я сегодня хочу, чтобы каждый из нас осознал силу слова. Когда мы говорим о возвращении, вначале было слово, потом будет действие. Господь говорит «возвратись, дочь отступница». Он говорит о чере Иерусалима. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа, Бога твоего, и распустывала с чужими, под всяким ветвистым деревом. И глаза моего вы не слышали, говорит Господь. «Возвратитесь, дети отступники», говорит Господь, «потому что я сочетался с вами. И возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием». Итак, когда мы говорим об отступниках, кто это такие? Когда мы говорим о категории этих людей, сам Господь говорит, что я хочу, чтобы все вернулось на свои места. Вы знаете, люди могут менять планы, а у Бога они остаются неизменными. Если Бог сказал, что церковь новое поколение будет матерью тысячи церквей, и взял тебя, и сделал частью этой программы, даже если кто-то уходит отсюда, Божьи планы остаются. Даже если для этого осуществления потребуется еще пять-десять лет, планы Божьи не меняются. Он просто вернет всех, кто должен был исполнять эти планы, и исполнит их в любом случае. Если человек не желает возвращаться, он говорит, если вы умолкнете, камни возопьют. Бог не будет менять программы. Вот я 15 лет или 20 лет придумал одну программу, сейчас другую программу. Бог не жонглирует программами. Он терпеливо ждет, когда все дети-отступники вернутся в отчий дом и продолжат программы отца. Я внутри себя абсолютно и уверенно смотрю в будущее, потому что Бог возвратит. Бог возвратит всякий плен. Время уходить и время возвращаться. Господь любит миловать. Но Он не только милует отдельных людей. Бог милует народ, страну, государство. Амин. Дух Святой работает. Человек может сам себе объяснять. Я и так живу хорошо, спокойно. У меня и там все в порядке, и там все в порядке. Что такое служение Богу? Это ответственность за людей. Это ответственность за те порученные задания, которые Бог нам дает. Новое поколение рождено Богом. И оно будет совершать работу Божью. И в этой огромной программе нужны тысячи и тысячи различных даров и различных служений. Амин. Скиния Давида, которая была разрушена посредством неверия, неверности, компромиссов и отступничества. Сам Господь Бог говорит, я все это снова восстановлю. И ключевым словом восстановление скинии Давида и его извечных планов. Слово возвращение. Господь, ждите возвращения. Мы с вами увидим в ближайшее время тех людей, которых так давно не было здесь. Бог не мешает никому уходить к свиным корытам. Бог никому не мешает уходить на Моавицкие поля. Бог никому не мешает идти в дальнюю страну. Но и в то же время Бог никому не помешает вернуться. Он говорит, возвратитесь. Возвратитесь. Ты говоришь, ну, пастор Алексей, ты говоришь слова к тем, кого здесь нету. А неважно, мы обращаемся в духовный мир. И это слово коснется сознания тех, кого Бог хочет возвратить. Аминь. Признай только вину. Посмотрите, многие говорят, я покаялся, я с Богом имею свои отношения, я с Богом разберусь, при чем тут церковь. Обратите внимание, когда Господь обращается к отступникам и говорит, возвратитесь, ибо я сочетался с вами. Речь идет вообще-то о завете. И завет непосредственно связан с церковью. И дам вам пастырей. Многим так хочется раскаяться, лично с Богом решить вопросы, при чем тут пастыри. А Господь говорит, а я вам дам пастыри. А если вы не хотите пастыри, я просто дам. Ну, куда мы без пастыря денемся? Господь говорит, что если ты признаешь вину, если ты раскаешься, я дам тебе пастыря. Пастыря доброго, который полагает душу свою за овец. По крайней мере, друзья, я сейчас говорю о божественном порядке. Я знаю, что на 20-летие Господь совершит великое чудо, о котором мы молимся, о котором мы ходатайствуем. И я жду возвращения. Я жду возвращения, потому что у Бога все остается в силе. Скиния Давида остается в силе. Матерь тысячи церквей остается в силе. Христианское правительство остается в силе. Праздники поклонения остаются в силе. И Бог говорит, мне нужны делатели. По крайней мере, друзья, свет клином ни на ком не сошелся. Еще раз говорю, Слово Божье работает в сердце. Если бы мы заглянули сегодня в подкорку многих отступников, мы бы с вами увидели эту борьбу, когда Слово Божье говорит, делай вот так, остановись на своих путях и слушай звук трубы. И человек говорит, не остановимся, не будем слушать звук трубы. Нет, это тебе поможет. Нет, а я не собираюсь возвращаться. И я сегодня молюсь о том, чтобы в этой борьбе Бог победил. Моя главная мысль. Бог, победи нас в этой борьбе. Бог, помоги нам проиграть в этой борьбе. А тебе выиграть. Потому что получается странно, когда мы с грехом боремся, мы капитулируем, и грех нас побеждает. А когда мы с Богом сражаемся, мы Бога на лопатке. Герои. Я Богу вот так сказал. Дух, какой ты герой. И что после этого? Все, теперь возле свиного корыта. Хозяин свиного корыта. Президент свинарника. Да был бы президент свинарника корыта. Корытный лидер. Друзья мои, Слово Божие работает внутри нас. И божен человек, который позволяет Богу, который позволяет Богу победить в своем сердце. Смотрите, что такое победил Бог? Победило Слово Божие. Слово Божие работает и возвращается к Богу. Нас к Богу, к служению, к призванию, к церкви возвращает Слово Божие. Оно работает, осуждает, борется, терпеливо обрабатывает наше решение. И потом человек приходит. Я принял решение. Молодец. Но прежде чем ты принял решение, титаническую работу в нашей совести, в нашем сознании, совершает Слово Божие. Мы должны благодарить Бога за это Слово Божие, которое ведет нас к Богу. Пусть оно нам не нравится. Пусть это Слово Божие нас раздражает. У нас тысяча аргументов, почему не надо это делать. У нас две тысячи аргументов, почему это уже усталело. А Бог говорит, а я что, старый что ли? Моя Слово древнее всех книг. И по мере времени оно становится еще крепче, как вино. Чем старше, оно дороже. Так и Слово Божие. И мы ссоримся, ссоримся, вместо того, чтобы смириться и сказать, не моя воля, но твоя да будет. Я готов. Что повелишь мне делать, Господи? Вот это мудрость. Аминь. Нас к Богу, нас в свое призвание, нас к своей жизненной цели ведут не амбиции, а Слово Божие, которому мы подчиняемся. Аминь. И дам вам пастырей, которые будут пасти сознанием и мудростью. Следующее место. Смотрите, 22 стих. Что является причиной отступничества? Что является причиной того, что человек оставляет служение, оставляет церковь, меняет свои духовные, жизненные координаты, объясняя это тоже неким духовным водительством. Смотрите, что здесь написано. 22 стих. Возвратитесь, мятежные дети. Я исцелю вашу непокорность. Исцелю вашу непокорность. Оказывается, непокорность – это болезнь. Это болезнь, которую нужно лечить. Это болезнь, которую нужно лечить. Знаете, эта болезнь может быть генетической. Эта болезнь может быть приобретенной. Эта болезнь может быть инфекционной. Знаете, когда в детском суду уже видно – а я не хочу. В школе. А я тоже этого не хочу. В церкви. А почему? И вот иногда встречаются эти борцы за права человека. И ты видишь, внутри вот этот зараза, этот вирус – непокорность, бунт. Говоришь, иди сделай. И вот такое движение. Это синдром. Я тебе не раб. Послушание они рассматривают как рабство. Быть помощником они рассматривают как оскорбление личности. Непокорность уродует сознание. И Господь говорит, я исцелю вашу непокорность. Если честно рассмотреть причину ухода каждого лидера, каждого служителя из церкви, причина простая – непокорность. Причем эту причину человек оборачивает в такие фантики красные, всякие красочные, что вот там учение не совпадает, там богословие – это все ерунда. Типа сейчас там все совпадает. 20 лет новое поколение существует на незыблемых библейских доктринах. За 20 лет они доказали свою актуальность, свою востребованность. Половина христианского мира проповедует тоже крещение в Моисея, те же самые доктрины, и все в порядке. Непокорность – это и есть главная причина отступничества. Непокорность. И Господь говорит, вернитесь, я исцелю. Почему? Потому что если человек по натуре бунтарь и непокорный, он отказывается подчиняться, эта проблема будет его преследовать везде. Ну, уехал он в другой город, там опять проблема подчинения, и непокорности. Но ты от себя не уйдешь, хоть на луну. И то надо лунатикам подчиняться. А подчиняться я не хочу. Друзья, Бог обязательно совершит это чудо непокорной Слову Божьему. Смотрите, когда человек честно признает свою вину, смотрите дальше, образец идеального покаяния. Смотрите, это то, что Бог хочет совершить, совершить в наших сердцах. Потому что кандидатов еще остается много. А Господь говорит, я хочу, чтобы их вообще не было. Мы должны подчиняться, потому что через непокорность Адама грех пришел в этот мир и проклятие. Через послушание Иисуса спасение пришло в этот мир. Непокорность – это опасная инфекционная болезнь. Смотрите, образец идеального покаяния. Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и множество гор. Поистине, в Господе, Боге нашим, только спасение Израиля. От юности нашей эта мерзость пожирала труды отцов наших, овец их, волов их, сыновей их и дочерей их. От юности нашей эта мерзость пожирала труды наши. Когда Дух Святой освещает наше сознание, мы сознаем свою вину, тогда мы вещи начинаем называть своими именами. Непокорность – это мерзость, которая пожирает труды наши. Ты столько работал и пахал. Ты столько шел. Представляете, израильский народ до Иордана столько прошли, столько пережили, столько они уже, как сказать, за плечами имеют. И вот непокорность. Давайте пойдем и овладеем землей. Нет! Эти великаны нас сожрут. Непокорность – это мерзость, которая пожирала труды наши. Вспомни свою жизнь. Я вспоминаю свою жизнь всякий раз, когда я Богу демонстрировал свое непослушание. Я терял награду свою. Я терял вот этот вот результат. Я терял помазание и благословение. И Бог хочет, чтобы мы осознали, что непокорность, бунт, непослушание, оно пожрет все то, что мы заработали. Не начало венчает, а конец. Амин! Когда Бог тебе говорит, не бери столько кредитов. А если ты взял, отдай десятину, и я защищу. И ты говоришь, а почему я должен десятину отдавать? Ты начинаешь с Богом спорить даже по десятине. И Господь говорит, эта мерзость сожрет все остальное. Ты попадешь в большую проблему. Не мировой кризис тебя будет сжирать, а твоя мерзость под названием непокорность. Вы знаете, анатомия покаяния проста. Назови только вещи своими именами. Назови это не просто характер, особенность натуры. Скажи, непокорность – это мерзость, которая разрушает мою жизнь, которая разрушает мои достижения. И я отрекаюсь от нее и говорю, Бог, исцели мою непокорность. Я не хочу работать на суету. Я не хочу пахать и ничего не получать. Я не хочу просто бросать на ветер свои слова и тратить годы. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Честный человек, который приходит к Богу. Он честно называет, вот мы идем к тебе, мы в стыде, в сраме. И вот эта мерзость, эта непокорность пожирала все то, что я в жизни достигал. Боже мой! Когда Лот ушел от Авраама, Господи, как много он имел! Он мог даже конкурировать с благословениями Авраама. Чего тебе не хватало? Поля тесные, мозги тесные для больших откровений. И вы смотрите, эта непокорность уничтожила все, семью. Непокорность уничтожила бизнес. Непокорность уничтожила настоящее и будущее. И вместо того, чтобы из чрева рождались благословенные потомки, родилось проклятие, которое для Израиля оказалось трагическим. Непокорность – это мерзость, которая пожирает наше благословение. И вместо того, чтобы винить людей, винить церковь, винить условия, обстоятельства, давайте разберемся в себе мотивационные причины нашего отступничества. Господь говорит, признай только вину. Я исцелю непокорность. Вы понимаете, какая логика? Врачи по улицам не бегают за пациентами и за больными. Давай мы полечим вам. Такого не бывает в природе. Больные люди сами идут в клинику и говорят, достало. Я хочу провериться. Пожалуйста, диагностика. Чем больны курс лечения? Я готов. Так и здесь. Бог ждет. Ждет, когда Слово Божье все-таки достигнет до совести, до честности и человек может назвать вещи своими именами. Аминь. Не кажется ли вам странным, когда 10-15 лет люди провозглашали говорили, заявляли о том, что Божьи откровения, которые здесь звучат, это есть основа, перспектива, это Бог, это Его планы. И потом через 15 лет, нет, это уже не Божьи планы, это уже косина, это уже какая-то непонятная вещь. Что изменилось? Что изменилось с тех пор? Мы должны, друзья, всегда проверять не отношение к человеку. Понимаете, отношение к человеку можно менять, потому что человек несовершенный и отношение несовершенное, но отношение к откровениям, к Слову Божьим, оно должно быть стабильным, потому что Слово Божье не меняется. Идеальных людей нет, но есть идеальные откровения. И наше единство или наше отношение строится не на плотских, сантиментальных, душевных позициях, а на отношении к Слову Божьему. Я к чему это говорю, я провозглашаю, после 20-летия начнется активное возвращение. Новое поколение будет восстановлено. это не Божья воль, чтобы сокращалась, разрушалась, у Бога есть ревность. И то, что вы сегодня слышите, Иеремия 3, 3 глава, это есть послание к тем, кого Бог хочет увидеть в ближайшем времени на этом месте. Если ты этому веришь, скажи Халлелуя! Халлелуя! От юности эта мерзость пожирала труды отцов наших, мы лежим в стыде. И дальше, 4 стих, 4 глава, 1 стих. Если хочешь обратиться, Израиль говорит Господь, ко мне обратись, если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться. Сам Господь Бог подсказывает, что нужно делать. Если ты хочешь обратиться, удалить эту мерзость. Мерзость это непослушание бунт. не будем абстрагировать. Самое главное, чтобы мы могли внутри себя найти гармонию нашего естества со Словом Божьим. Если мы эту непокорность отдадим Богу как болезнь в расчете, что Бог эту болезнь исцелит, то, друзья мои, здесь Бог говорит, ты не будешь скитаться. Ты не будешь скитаться. И так говорит Господь к мужам Иуды Иерусалима распашите новые Нивы и не сейте между тернами. Возвращение связано с церковью, а принадлежность к церкви связана со служением. Распашите новые Нивы. Окей, забудем вчерашний опыт, забудем вчерашние потери, забудем вчерашние поражения. Давайте распашим новые Нивы и не будем сеять между тернами, будем открывать новые ячейки, новые профессиональные группы, новые церкви, новые виды служения для того, чтобы эта страна могла увидеть славу Божию. Друзья, те задачи, которые 20 лет назад Бог поставил перед новым поколением, остаются в силе, поэтому Бог говорит, молите господина жатвы, чтобы Он выслал делателей своих на Ниву свою, а также вернул тех, кто временно ушел. Я думаю, они все возвратятся. Четыре раза в этой главе звучит слово возвратитесь, 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 прежде чем в физическом мире произойдет какая-то какая-то ситуация, об этом Бог озвучивает в духовном мире. И в одном месте Он говорит, северу скажи, отдай назад, и югу скажи, не удерживай. Я глубоко верю, что Бог реваншист, и Бог не согласится ни на какие потери. Бог дает шанс каждому, но Он не тиран, Он дает право выбора. И я думаю, что сегодня, молясь об этом, мы говорим, Бог работает над сознанием тех служителей, которые здесь, и которых здесь нету. Время коротко. И процессы, которые в стране происходят, они стремительно меняют, стремительно меняют нашу судьбу. Я недавно, друзья, услышал вообще чудовищные вещи. Буквально в пятницу я услышал чудовищные вещи. оказывается, есть в Латвии такие товарищи, которые беспокоятся сегодня не только о живых, но даже и о мертвых. И на государственном уровне разработаны уже проекты. Поделюсь с вами. Называется проект Ликтендарс. Может быть, кто-то слышал об этом. Парк судьбы. Вы вообразите себе только, какое безумие и какой абсурд. В то время, когда живые латыши концы с концами не сходят, не сводят, создан комитет организационный во главе с президентом устроить парк для душ латышей, которые умерли где-то за границей. Там в России, в Америке, еще где-то. Этот проект обойдется государством в 10 миллионов латов. И вы знаете, в чем смысл? Смысл в том, что давайте создадим вот этот парк, куда могли бы вернуться души латышей. Это три года назад уже было. Вас не спросили об этом? И меня не спросили. А уже пожертвования поступают в комитет этого проекта. И лично президент благодарит каждого жертвователя и за 5 лат, и за 10 лат, и за 100 тысяч лат. Пригласили для разработки этого парка, а парк будет располагаться на одном из островов реки Даугава. Был конкурс, слушайте, был конкурс, кому же, в чьи же руки отдать вот такой серьезный проект. И выбор пал на священника дзен буддистского храма. Друзья, здесь не смешно, когда президент приглашает буддистов для того, чтобы они разбивали парк для душ. И он уже представлен, зайдите в интернет, наберите этот Ликтен Дарс, и вы увидите это абсурд и безумие. И не просто для душ умерших. Идеологи этого проекта, я сейчас точно фамилии не помню, они заявляют, что мы этот парк разбиваем не только для того, чтобы сюда вернулись души латышей, но и для того, чтобы мы могли общаться с ними. Как вам это нравится? И это на самом высоком государственном уровне. Ну Боже, хрен редкий не слаще. Вчера один президент нам устраивал фокусы, сегодня другой. И мне бы хотелось задать вопрос и президенту, и Артесу Пабриксу, который стоял в комиссии, и говорил, как круто это все. То Библию читаем на молитвенном завтраке, то с дзен-буддистами разрабатываем этот безумный языческий проект. Что вообще в Латвии творится? Это в то время, когда мы делим, я из церкви ухожу, я в церкви буду, то отвечает за то, что происходит в стране. Или нас это не касается. А завтра капища языческие будут строиться, прежде чем мусульмане придут. Честно говоря, у меня крышу сносит без ответственности того, что происходит здесь. И кто-то должен взять ответственность. Нас как детей обманывают. Нас как детей вводят в заблуждение. С нами никто не советуется, а ставят перед фактом. Господи, как много нужно еще работать в Латвии для того, чтобы остановить язычество, для того, чтобы остановить это проклятие. служения там уже начались на этом острове. Уже есть список тех организаций, которые перечислили туда деньги. И самое позорное, что в этих списках есть даже церкви. Я думал, что мне кто-то об этом расскажет. К сожалению, я должен вам об этом рассказать, что происходит у нас в Латвии. И мы встречались с моим другом, он говорит, погляди, чем мы занимаемся, что за лицемерие, или мы христианская страна, или языческая, давайте разберемся. Мы заявляем, что это христианская страна. И всякие эти проекты, они должны просто, вот под корень Господь должен их вырубить. Потому что это абсурд. Встреча с душами. Да давайте подумаем о живых латышах. Десять миллионов. Ладно библиотека, она еще хоть, я не знаю, но это как будто издевательство над здравым смыслом. Это как издевательство над порядочными нормальными людьми. Боже мой, кто только не старается поиздеваться над Латвией. Поэтому мы должны серьезно молиться. Возвратись Господь в Латвию. Господь, возвратись пожалуйста, и пусть здравый смысл вернется к нам. Я не стесняюсь сегодня говорить, называя имена и президента и всех остальных прочих. Если они не стесняются вводить в нас заблуждение, мы не стесняемся называть вещи своими именами. Восстань Господь и рассеются враги твои. Нам еще не хватало этих островов. Нам нужна милость от Бога. Нам нужны честные латыши. Нам нужны честные политические вожди, которые могли стоять и признавать над собою авторитет и власть живого Бога. Господи защити нас. Амин. И для того, чтобы в этой стране утвердилось Царство Божье, нужно, чтобы здесь пребывало апостольское помазание с четко сформулированными программами христианизации этой страны, а не просто маленькое служение, которое я делаю для себя и для тебя. Кто должен служить народу? Кто должен служить стране? Кто должен контролировать, что будет в системе образования? Кто-то должен встать и сказать, я отвечаю за это. Боже, вышли делатели своих на ниву свою, которая пожелтела и готова к жатве. Амин. И последнее место. Последнее место. Господь говорит, итак, распашите новые нивы и не сейте между тернами. Нам еще не хватало жертвовать на эти проекты. Десять миллионов, повторяю, это вообще пустяковая цифра в нынешних условиях. Это пустяки, десять миллионов. Соберем с латышей, они верят в эти праздники. У них в национальных праздниках есть такой праздник, встреча с этими мертвыми душами. Ребята, нам нужна встреча не с мертвыми душами, нам нужна встреча с живым Богом. Поэтому мы сегодня заявляем, что если в этой стране не так уж много ответственных, мы берем ответственность и говорим, Господь, гряди, будем молиться, будем поститься, будем пророчествовать, будем утверждать на этой земле Божью волю. И Бог ничего на этой земле не делает, не открыв это прежде, рабам своим пророкам. Амин. Мое сердце сегодня снедает ревность. На самом деле, в проломе за эту землю, Бог, подними и поставь смелых мужчин и женщин, которые бы не продавали первородцев за чечевичную похлебку, но которые бы стояли за истину и за правду. Амин. Итак, Луки 15 и я на этом заканчиваю. Луки 15. Слово Божие работает в сердце людей. Слово Божие работает в сознании людей. Слово Божие разделяет дух и душу. Слово Божие утверждает планы Божьи. И сегодня мы с вами ощущаем внутри себя раздвоение подчиниться Богу или воспрепятствовать Ему. Друзья мои, я бы очень хотел, чтобы мы сегодня перед Богом открыли сердца и сказали Господь, я хочу творить волю Твою. Что Ты повелишь мне делать, Господи? Пусть моя жизнь не огорчает Тебя. Пусть моя жизнь прославит Тебя. Смотрите, Луки назови только, признай только свою вину и Бог говорит, я очищу тебя. Луки 15-17 Пришед в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою. Пришед в себя. Пришед в себя, люди начинают размышлять иначе. Кто человека приводит в это состояние? В это состояние приводит человека Дух Святой, и он начинает рассуждать, что я делаю? Это непокорность, болезнь, это мерзость, она довела меня до ручки, и я оказался возле свиного корыта. Да, к сожалению, это реальность. Это реальность, и что делать? У Бога есть милость, чтобы от свиного корыта человек, придя в себя, человек, сконцентрируя свою логику и понимание, мог вернуться назад в отчий дом. Слово Божье, осуществляя свою работу в сердце человека, ведет его к Богу. Слово Божье вернется к нему нечетным, но вместе с теми людьми, в чьих сердцах оно совершило работу. Слово Божье вернется к Богу с миллионным, миллионным, многомиллионным урожаем. Я верю в великое пробуждение. Я знаю, что Бог опустошит эти свиные корыта, и заблудшие сыновья и дочери, они возвратятся в отчий дом. И Бог даст им перстень на руку, Он даст им лучшую одежду и обувь. И мы снова с вами увидим в полной славе, полноценно укомплектованную армию Божью, в которой каждый служитель и каждый дар будет занимать свое почетное место в Божьей армии. Амин. И Он говорит, Я встану, скажу, Отец, согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими Меня в число наемников твоих. Встал и пошел к Отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его Отец и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Возвращение. Это слово не дает мне покоя. Возвращение. Это воля Божья. Возвращение. Это смысл нашей молитвы. Возвращение. Это основание божественных программ. Возвращение. Это утверждение божественной справедливости. Возвращение. это удар дьяволу в его волосатой теме. Возвращение. Это победа Иисуса над делами дьявола. Возвращение. Это открытие темниц. И когда измученные выходят на свободу. Возвращение. Это утверждение божественной любви и божественной справедливости в судьбах людей. Возвращение. Это огонь, который сегодня горит в нашем сердце. Давайте будем молиться, чтобы все они возвратились во имя Иисуса Христа. Кистула Марасата. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Мы провозглашаем в духовный мир это слово возвращение. 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 С северу скажи, отдай назад. И югу скажи, не удерживай. Аллилуйя. Гара блеста. Гару блестолом лещитея. Гальмашатур мекро чея. Господь, останови это безумие в Латвии. Останови эти проекты языческие. Обличи. Останови. Во имя Иисуса Христа нам не нужно общения с мертвыми. Нам нужно общения с живым Богом. клеща проката щитар марилла крошь телерия. Мармашта копара тукрытая. Халлелуйя. 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 Дух Святой, возврати всех детей мятежных. О, Отец, я прошу, возврати всех отступников. Пусть, Господь, те, кто оставили служение, они возвратятся, чтобы исполнить волю Твою. Боже, скомплектуй, восстанови скинию Давида, потому что в Латвии предстоят еще самые важные сражения. И пусть эта армия будет грозная, как полки со знаменами. Пусть произойдет еще одна массовая мобилизация в армию спасения под знамена праведности и святости мы любим Тебя. Мы просим Тебя, Дух Святой, Слово Твое пусть работает в совести, пусть Слово Твое работает в сознании, пусть Слово Твое работает в наших сердцах. Мы провозглашаем это Слово в возвращении. Возвращение сыновей, возвращение детей, дочерей, возвращение отцов, возвращение матерей, возвращение проповедников, левитов, возвращение, 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 возвращение. Давайте вместе скажем, Отец, во имя Иисуса, я смиряюсь перед Тобою, я прошу Тебя, победи меня, пусть Слово Твое победит меня. Пусть Твое Слово управляет моим Словом, не моя воля, но Твоя воля да будет. И во имя Иисуса Христа я провозглашаю сегодня в Духовный мир Твое Слово, возвращение, возвращение. Возвращение сыновей и дочерей, возвращение отцов и матерей, возвращение. К Твоему призванию, к Твоему служению, к пробуждению Твоих служителей, Твоих даров во имя Иисуса. Я прошу, возврати утраченную славу латышскому народу. Останови эти безумные языческие проекты. Нам не нужны цэн-буддисты, нам не нужны мусульмане. Мы утверждаем на этой земле Царствие Твое. Нам не нужны общения с мертвыми. Нам необходимо общение с живым Богом. И мы говорим возвращение славы Твоей, возвращение ковчега Твоего, возвращение Твоего пробуждения. В каждый город, в каждую церковь и в наше правительство мы утверждаем славу Твою. Мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Да явится слава Твоя на сыновях и дочерях Твоих. Пусть Слово Твое не вернется к Тебе тщетным, но исполнит то, то, для чего оно послано. И пусть перед именем Твоим склонится всякое колено на этой земле. И всякий язык пусть исповедует Тебя Господом. Прошу Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Халлалюя. Я бы хотел спросить, может быть, в этом зале есть люди, которые еще не покаялись, которые еще не совершали молитвы покаяния. Но вы понимаете, что это ваш день. Пора возвращаться. Возвращаться к Богу, к Отцу, Который любит, ждет, Который любит прощать. Признайте только свою вину. Назовите только свои вещи, вещи своими именами. Пусть в этот день Бог победит нас. Если есть такие люди, которые готовы сегодня покаяться и отдать свою жизнь Господу, пожалуйста, поднимите руки. Есть ли такие люди? Есть ли такие люди, которые хотели бы сегодня покаяться? Которые бы хотели отдать свою жизнь Господу? Дайте несколько минут еще помолимся. Дух Святой, я прошу тебя, пойди по рядам. И если здесь есть те, которых ты хочешь спасти, пусть они будут спасены. Пусть возвратятся все дети, сыновья и дочери. Пусть возвратятся все, кто оставил тебя. Дух Святой, пусть Слово Божье работает в наших сердцах. Пусть все то, что рождено от Бога, пусть вернется к тебе. Пусть все то, что я прошу тебя об этом. Аминь. Итак, я еще раз спрошу, если в зале есть люди, которые бы хотели принять Иисуса и покаяться, поднимите руки. Мы даем еще пару минут. Если такие люди есть, я вас жду. Если таких людей нету, то мы идем дальше. Итак, друзья, сегодня у нас, кроме всего прочего, дедлайн, то есть последняя линия, после которой мы уже непосредственно переходим к организации нашего большого праздника. Сегодня вечером, в ночь, на понедельник, наши технические службы уже перевозят оборудование в спортивный манеж. Подготовительные работы будут идти в понедельник, вторник, среду, четверг. Там будет строиться эта огромная сцена. Туда заводится огромное количество светового оборудования, звукового, декорации. И я благодарю Бога за те жертвы, которые уже пришли, которые уже мы включили в программы. И на сегодняшний день где-то процентов 45 от общего бюджета в нашем наличии. Это недостаточно, потому что основные статьи расходов начинаются вот с понедельника. Это вот накануне, самые тяжелые статьи, по 8, 10, 12 тысяч. То есть это самые дорогие статьи, это фермы, это сцены, это декорации и все остальное. Поэтому давайте сегодня сделаем так. Первое, у кого уже готовые конверты, у кого готовые конверты, пожалуйста, поставьте сюда ведра, пожалуйста, сюда ведра поставьте. И мы говорили о том, что если у тебя есть возможность собрать эти конверты и в этих конвертах собрать ту сумму, которая могла бы помочь нам, то в течение этого времени мы собирали первая программа «Бревно-1». У нас была где-то под 6,5, около 7 тысяч латов. Это огромная, огромная сумма. Я очень благодарен всем, кто участвовал. Потому что когда на самом деле распечатываешь эти конверты и думаешь, Господи, народ твой верит тебе, народ твой уповает на тебя. И поверьте мне, друзья, что за каждый конверт там в бухгалтерии, кроме этой молитвы здесь, совершается молитва там. И там и наш бухгалтер, и все, кто там считает деньги, они возлагают руки на этот конверт и молятся Бог в сто крат, в тысячу крат возврати все, что было пожертвовано. Я думаю, что мы не останемся без куста хлеба. На самом деле мы все это хотим как дар нашей веры, как знак нашей благодарности отдать Богу. Если у тебя уже этот конверт уже собран, поднимите, пожалуйста, его вверх. Пожалуйста, поднимите эти конверты и вместе давайте совершим эту молитву. И скажем, Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь мне это право и привилегию быть участником Твоих программ. Я благодарю Тебя за то, что у Тебя есть эти программы. Благодарю Тебя за 20 лет Твоей милости и Твоей благодати. Ты так много совершил в моей жизни. Ты прощал меня, утешал, защищал, делал меня успешными. И я хочу выразить Тебе великую благодарность за то, что Ты совершил для меня. Пусть эта конференция будет успешной. Пусть она будет исторической. Все, что Ты запланировал, пусть это осуществится так, как только Ты это можешь. Возьми эту жертву и пусть она понравится Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. И сейчас Вы можете подходить сюда и эти конверты жертвовать в эти ведра. Мы можем находиться в молитвенном состоянии. Дух Святой, я прошу Тебя за каждого, кто сегодня жертвует. Дух Святой, я прошу Тебя, пусть будет никакого недостатка в доме Твоем. И тот, кто созидает дом Твой, Господь, созидай их дома. Я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Рука дающего, пусть никогда не оскудеет. Пусть милость Твоя сопровождает во всех путях. И тот, кто напояет других, пусть сам будет напоен. Благодарю Тебя, Иисус.